Девушки отдыхают Жил-был колокольчик. Ему очень нравилась ромашка, которая росла через дорогу. Он любовался ей и был рад, что она там выросла. Он даже хотел вылезти с земли и перебежать через дорогу, но останавливал себя. Колокольчик думал, что будет очень несолидно, если он на глазах у всех перейдет через дорогу. Ведь обычно цветы так не поступают. Что о нем подумают? Нет, он должен расти на том месте, где растет, твердо решил колокольчик. Время шло, заканчивалось лето. Цветок все смотрел через дорогу с грустью. Время от времени он вспоминал о своих мечтах, но тут же прогонял эти мысли. Не судьба, думал он. И вот, когда стало совсем холодно, началась осень, и все почувствовали неизбежное приближение зимы, колокольчик вдруг, откинув все сомнения и страх, вынул ножки из земли и пошел к ромашке. Было уже совсем холодно. Ноги его еле слушались, и не получалось бежать. Как он мечта, он скорее полз. Когда он с трудом достиг середины дороги, силы оставили его. И колокольчик понял, что дальше идти не может. Да и был ли в этом смысл? Ведь ромашка повяла, паникла, листья пожелтели, а стебелек почти лежал на земле. Но она все еще смотрела на середину дороги, откуда так и не дождалась своего счастья. Папушка, а почему сказка такая грустная? Давай придумаем другой конец. Ну давай, придумывай. И вот пошел снег. Все лужи замерзли. И уже ни единый цветок не мог выжить. Такие холода. И не напиться воды. Но последняя, самая маленькая лужа, которая была на середине дороги, по ней проехала машина. И она распределескалась во все стороны, так как даже ромашке досталось и колокольчик. И колокольчик наконец побежал к ромашке. И они и жили долго и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова